лариса уланова эти демократы из америки просто сливают украину жаль что такие умные люди как фигин до сих пор фигин до сих пор этого не поняли лариса понимаете большинство российских либералов они левые вот так случилось тут я кто-то про илью яшина спрашивал евгению альбац то левый еще туда добавлю сергея пархоменко они благополучно сотрудничают с демократической партии получает финансирование от их проектов вот в одном случае это смешно но это так финансирование гранты одновременно получается от путина и от демократической партии это иллюстрирует один из моих тезисов что это сотрудничество идет это сотрудничество на уровне спецслужб фбр фсб я об этом книгу написал вот и это сотрудничество очень опасно марк фигин он понимаете он не хочет конфликтовать вот с большинством так сказать а которая составляет сегодняшнюю российскую оппозицию левые либералы его цель не политическая борьба когда-то был в демсоюзе участвовал в демократических движениях партии сейчас его цель это информационный канал очень влиятельный там 1,7 миллиона подписчиков сказал сегодня ночью значит стало и он ну так удобнее он не должен занимать политическую позицию он дает возможность высказаться не так часто как хотел бы таким людям как я пятковского вот позвал после того как позвал меня для равновесия так сказать это довольно часто российские журналисты зовут меня но все время думают о противовесе я свое время в независимой газете виталий главный редактор принял у меня статью большую она скандал наделала после назначения примакова я написал статью которая называлась от Козырева к Примакову путь назад а но на следующий день тут же появилась статья какого-то Сироткина что-то такое фамилия мне Лерочка сказала я когда ее спросил я никогда не слышал об этом Сироткине кажется она говорит ну был такой как Берфин и стукач известный закладывал наших там членов но она очень остроумно называлась мне понравилось от она называлась так от Боровова к Бренцалову путь вперед Бренцалов был тогда символом вот этих предпринимателей в малиновых пиджаках совершенно без мозгов вот ну оскорбления но это не важно главное он напечатал мою статью я очень благодарен Фейкину меня не очень волнуют его взгляды он дал мне высказаться в отличие от кстати Леши Венедиктова который пригласил меня на эхо Москвы на передачу 4А это 4 Алексея пропагандисты которые начали меня уродовать ну не очень у них это получилось но оскорбляли когда я им сказал что их судить буду за то что они занимаются антидемократической пропутинской пропагандой они мне все начали доказывать что нет этого штрехера не судили его освободили из под ареста в Нюрнберге это главный редактор газеты штурмовик вот я не знал тут же проверил оказалось что да его освободили потому что его нельзя было судить за военные преступления но тут же арестовали просто вот на выходе и уже судили отдельно за антисемитскую пропаганду за много на что вот Нюрнберг это все таки военные преступники а пропаганда судилась отдельно вот и посадили и сидел до конца жизни его выпустили когда у него обнаружился неизлечимый рак и оставалось жить там несколько месяцев его отпустили так что этим пропагандистам очень не понравилось как я его оппонировал вот так что пусть будут разные взгляды ну у Фегина вот такие взгляды ну что поделать есть много хороших людей у которых взгляды которые нам не нравятся понимаете давайте смиримся с этим ну что же делать я не знаю вот вот и вот я